И вот мы подошли к весьма печальному моменту в рассказе о музыкантах из флоридской банды. Сегодня в истории этих парней произойдет падение на самое дно. Дно разочарования от музыкальной индустрии и ситуации со стилем в середине 90-х. Но детвора из Брэндона, подобно Фениксу, восстанет из пепла и покажет молодежи, кто здесь батя. Итак, встречайте четвертое видео о детстерах из Аппичери. Заканчивался 1994 год, и парни подводили не особо воодушевляющие итоги по поводу туров и вообще ситуации со стилем. Сложно говорить о какой-то мотивации, когда группа ушла от крупных площадок и перешла в клубы на 2000 человек. Когда парни осознали, что еще немного, и они вернутся к путешествиям по стране в мини-вэне. Но молодость уходит, и такие условия уже не кажутся приемлемыми. Надо было что-то предпринимать. Больше всех этому не радовался Джон, который не хотел продолжать ездить по клубам с крошечной сценой и зарабатывать крошечные деньги. Но в итоге, как рассказывает Перес, все понимали проблему и не видели смысла менять вокалиста и продолжать все больше и больше утопать в этом болоте. Поэтому, отыграв в Мексике 11 февраля 1995 года последний концерт, парни приняли решение отправиться в бессрочный отпуск. Первый бессрочный отпуск. Брэндонские музыканты разбредаются кто куда. Тревор, устав от музыки и туров, отправляется учиться в Orange Technical College, что в Орландо, и устраивается на работу в качестве графического дизайнера, создавая обложки для журналов и компакт-дисков. Видимо, сострепанная обложка World Demise подтолкнула его в этом направлении. Фрэнк собирает свой новый проект под названием Murder Machine, который позже в одном из интервью упомянет Перес. Но кроме этого интервью, нет никакой информации и записей этого проекта. Единственное, что я нашел по этому вопросу, фото Уоткинса на его странице в Facebook, где Фрэнк стоит с гитарой, а к самой фото есть подпись. И еще, это название мелькает в буклете пятого альбома, о котором мы поговорим чуть позже. Видимо, и этот проект тоже что-то не совсем удачное. А лучше всех в плане, чем заняться после Обитчури, чувствует себя Алан Уэст, который с Six Feet Under допиливает дебютник, перед его выходом, сделав пару вылазок по США, а после отправляется в полноценный тур в поддержку первой пластинки. Плюс ко всему, Уэст через два года отправится обратно в доживающие последние Death Metal дни Мори Саун, для записи последней в рядах Six Feet Under пластинки. Как говорил Тревор, расходясь в 1995-м, они договорились, если захочется записать альбом, то они соберутся и сделают это, несмотря на то, будет кто-нибудь его слушать или нет. Стоит напомнить, что у парней был контракт с Roadrunner, сомневаясь, что менеджеры лейбла не связывались с парнями. И вот почти через два года после великого затишья, парни из Брэндона снова собираются вместе. Как вы уже, наверное, знаете из предыдущей части, Death Metal практически покинул стены Мори Саун. Точнее, их точно покинул Скотт Бёрнс. Не думаю, что голландский лейбл очень уж хотел тратить деньги на братьев Морис. Поэтому со студией в Тампе пока что некролог прощается. В конце 96-го парни отправляются в Майами, в не самую дешевую студию, Criteria Recording Studios, для записи своей пятой пластинки Back From The Dead. Не знаю, чем был обусловлен такой выбор студии. Возможно, в Майами были зимние скидки. Итак, брендонский Death Metal батальон отправляется в Criteria Recording, где под предводительством нового продюсера начинает запись пластинки. Этим продюсером был Джейми Лок, уже застолбивший себе имя в шоу-бизнесе. И в то время известный как продюсер Hardcore Command. Возможно, это и повлияло на саун. Ведь большинство обратило внимание, что в музыке появился легкий налет панк-металла. Да и многие интервьюеры, общаясь с обичурой, спрашивали об этом музыкантов. Но справедливости ради, кто смотрел предыдущую часть, наверное, помнит, что хардкор-элементы находили и в World Demise. Как говорил Перес, они собрались для того, чтобы записать самый тяжелый, самый злой альбом, который, возможно, купит охотнее, чем легкий и добрый. Так и родился Back From The Dead, вышедший 22 марта 1997 года. Пока мы не ушли от обсуждения музыки, конечно же, надо упомянуть о последнем треке. Почему-то в скобках написано ремикс. Ну да ладно. Как говорил Перес в одном из интервью, все они слушали хип-хоп. Ну, немного. Совсем чуть-чуть. Хотя, судя по всему, больше всех в этой теме был прошарен Фрэнк, судя по этим фоткам, который притащил в студии двух выходцев из панк-хардкор-сцены, а ныне сколотивших команду или что-то наподобие этого. The Bully Boys, Чтецов, Diablo, Diablo, Diaka, Derek Diablo, он же Derek Alvarez, и Ryan Taylor, Aka Skinner T, Aka Big Chief Skin T, и так далее. Лыцая братья решила замутить свою версию трека By The Light, назвав то, что получилось, Bullichuari. Ох, помню, как этот трек поджигал шопы тру-металистам. Никакого сверхзвукового новаторства в этом, конечно, нет. В 97-м уже было много команд, активно мешавших рэп и металл, но за данный эксперимент я бы парням поставил плюс, как и за сам альбом. Увы, достаточное число критиков и любителей Death Metal отнеслись к пластинке прохладно. Было много нюансов, за что критиковали новое творение Некролога, но во многом это было обусловлено вкусовщиной. Но новшества на этом не закончились. Эра цифровых плюшек только начиналась, и Обитери в этом плане не собирались отступать. Поэтому были выпущены издания с дополнительной мультимедийной составляющей. Как устарела эта фраза? В 1997 году, если у вас был 486-й или МАК, вы могли насладиться небольшими видеороликами, некоторые из которых вызывали вопросы. Начнем с вменяемого. Интро и великолепная по меркам конца 90-х полигональная графика. Летящие вам в лицо обложки альбомов, ударяющиеся о невидимую стену и разлетающиеся на куски. Для того времени вполне себе неплохо. Продолжение компуктерной графики. Вот такой скрин-сервер. Или что-то наподобие со скелетом, вылезающим из гроба. К нему мы вернемся. Я думаю, было круто иметь такую заставку на своем компе. На диск закатали и клипы. На The Encomplete и World Demise. И кусочек концерта с просто ушеразрывным звуком. Век 4К, конечно, это смотрится дико. Видео с подборкой афиш, мерча и подробным рассмотрением плаката с изображением Cause of Death. Ну, согласен. А вот дальше начинается полный трэш. Биг Дэдди, по всей видимости, это он. Сидит у окна с папиросой в руке. И оператор показывает, как он выкидывает ее в окно. Поведение порядочного реднека. Следующий кадр. Режиссер этого снохшибательного блокбастера показывает карниз окна на противоположной стороне от оператора. И что мы там видим? Походу, это бычок Роуди Обитчуэри. Невероятно, и сам Брайан Кеслер безумно этому радуется. Нам еще раз показывают окурок на карнизе. Оператор не верит в это чудо. Занавес. Ну, не знаю. Мне кажется, Оскар за такое не дадут. Второе упоротое видео. Чувак выходит на площадку какой-то старой металлической лестницы. Наверное, будет постапокалипсис. Нет, не будет. В этих дремучих пикселях разглядеть что-то сложно, но он очень похож на Тарди-младшего. Дальше следует монолог. Из которого понятно, что тут высоко, но он все равно сделает это. Или что-то вроде того. Следующий кадр. Чувак перелазит через перила и пытается спуститься вниз. Но срывается. И благодаря шикарной актерской игре и монтажу нас пытается убедить, что парень упал и разбился. Далее следует закадровый смех. Наверное, планировалось снять черную комедию. Следующим кадром нам практически показывают оформление World Demise. Видите, заводы. И опустив камеру вниз, оператор дает нам понять, что мальчуган исчез. Прямо отсылка к классике хоррора в какой-нибудь Хэллоуин не меньше. Я, конечно, понимаю, что такой трэш парни снимали, скорее всего, в поездках для семейного архива. Но зачем это на диске, я не понимаю. И вот мы плавно переходим к оформлению Back from the Dead. Обложку нарисовал культовый художник, работавший для DC Comics. Бернер Альберт Райтсон. Берни был соавтором Swamp Thing и занимался адаптацией романов о монстре Франкенштейна. Его черно-белые арты можно рассматривать бесконечно. Настолько они круто сделаны. Но обложка пятой пластинки парней из Брэндона выглядит так, будто Райтсон ну вот совсем не старался ее рисовать. После таких работ обложка Back from the Dead смотрится халтурой. Всем остальным оформлением в версткой занимался сам Тревор Перрис, включая 3D заставки на диске. Собственно, квадратный скелет и моделирование кладбищенских надгробий на обратной стороне диска творчества гитариста команды. И если честно, не сильно все вяжется в одну историю. Ну, да это не самое главное. Он художник, он так видит. Интересно, а торчащие из землекорни могут быть отсылкой к мертвому дереву из The End Complete? Еще одним интересным моментом является и то, что парни опять посвятили альбом умершим людям. Но на этот раз я не нашел какой-либо связи с самими парнями. Возможно, они были знакомыми кого-то из группы, но это не главное. Помните, как Дональд рассказывал о негативной криминальной обстановке в городке? Это как раз один из тех случаев. 31 октября 1995 года Брэндоне было совершено жестокое убийство. Жертвами стали молодая пара 24 лет от роду. Дуглас Лоусон, погибший от огнестрельных ранений, и его подруга Шерри Маккой, погибшая от ножевых ранений. Эта жестокая, беспричинная на первый взгляд расправа над молодыми людьми потрясла маленький городишко. Убийца не оставил никаких следов для полиции. Смущало и то, что не было следов проникновения в дом. Две бойцовские собаки были заперты в комнате наверху, и не было тронуто ни дорогое музыкальное оборудование, ни крупная сумма денег, находящаяся в доме. Расследование так бы и буксовало на месте, если бы не предполагаемый убийца, якобы сознавшийся своей жене. И с этого места начинается реальный сериал с подтасовкой улик, подкупом и приговором преступника к смертной казни. Благо, человек, которого суд признал виновным в 1997 году, в 2001 был полностью оправдан и вышел на свободу. Для тех, кого я заинтересовал, под описанием оставлю ссылку на его дело. Итак, плосинка была записана, и надо было планировать тур в поддержку новой работы парня из Некролога. 22 марта Back From The Dead поступает в продажу, а 29 числа того же месяца парни штурмуют Германию. А после, остаток весны и первая половина лета колесят по всей Европе, и как они хотели, заскакивают на несколько крупных фестивалей. With Wolf Force в Германии, Wild Rock в Нидерландах и Grass Pop Metal Meeting в Бельгии. Что же, как могло показаться, парни вернулись на большую сцену. Не успев передохнуть от европейского тура, парни отправляются на 11-й Milwaukee Metal Fest. Чтобы начать тур по США. Параллельно с выходом полноформатника, трек с новой пластинки, Fratering in Skies, попадает на шестой сборник Dynamite от музыкального издания Rock Heart. Туры проходят с небольшими паузами до конца декабря 1997 года, и Некролог проезжает почти все штаты и заскакивает в Канаду. Начинается 1998 год. Отдохнув месяц, Мальчуганы отыгрывают пару гигов в родной Америке и готовятся к очередному европейскому туру, в который улетают уже в апреле. И снова большие площадки. No Mercy Festival, Wild Rock, Grass Pop. Вот только общее количество концертов оставляет желать лучшего. Roadrunner по ходу дела уже понимает, что Abituary издает последние вздохи и выпускает лайв-альбом, записанный еще в ходе американского тура осенью 1997 года, под названием Dead. Зная о дальнейших событиях, создаётся впечатление, что название этого альбома пророческое, хотя, возможно, всё лежало на поверхности. На вопрос Тревору, зачем был записан альбом, он ответил, лейбл захотел, мы записали. И вот, отыграв 28 июня 1998 года сет на Grass Pop Metal Meeting, парни возвращаются обратно во Флориду, и мы подходим ко вторым длительным каникулам в судьбе банды из Брэндона. Надо еще упомянуть, что вернувшись в Abituary, Алан Уэст помахал рукой с Six Feet Under, о чем, наверное, впоследствии пожалел. Хотя, говоря о произошедшем, в рядах этой группы есть информация, что сам Крис поспособствовал тому, чтобы Аллана в ней не было. Да и последний говорил о том, что Барнс был там за босса, и в один прекрасный момент ему с таким раскладом надоело писать песни, что бы это ни значило. Итак, вернувшись из тура, парни решили, по их же словам, сделать паузу в творчестве, в творчестве группы Abituary. Члены группы, вся как на подбор, придерживались примерно одной теории. Они никогда не жили обычной жизнью. Без туров, записей альбомов. Ну а как же перерыв почти в два года? Мало, видимо. Парни старели и хотели отдохнуть от музыки. Но, судя по дальнейшему развитию событий, больше всего устал Джон Тарди, который уже был инициатором перерыва в 95-м. Итак, чем же занималась бренданская детвора в период так называемого отпуска? Начнем с Алана Уэста, который уже в 98-м собрал свой собственный проект Lowbro с весьма интересным составом. Бас Скотт Карина, который, кто помнит, уже успел поиграть в составе ДЭС. Кертис Биссон из Нести Сэвич за ударной установкой. Вторым гитаристом стал Бен Мэйер из все тех же Нести Сэвич. А вот за вокал отвечал некто Рич Хорнбергер, который нигде не засветился ни до этого проекта, ни после него. Парняги в том же году пишут демо, и ее хватает, чтобы подписать контракт с Крукет Рекордс. Если вы про него не слышали, то неудивительно, предприятие прожило недолго. Lowbro, на удивление, отправляется в море саун. И при поддержке Дональда Тарди как продюсера, я тоже удивлен, и Марка Преттера как инженера, запишут дебютник Victims at Play, и даже откатают с ним весьма неплохой тур. Но вот второй альбом, Sex, Violence, Death, увы, поставит точку в истории группы. Она еще соберется через несколько лет для того, чтобы отыграть небольшой тур. Но эта тема нам уже неинтересна. По крайней мере, сейчас. В чем же могла быть проблема? При прослушивании даже дебютника сразу понимаешь, в особенности, когда вступает вокал, что эта блеклая калька на Sixth Fit Under. Нереально средняковый Death Metal. Несмотря на хороший состав, этот продукт, увы, мало съедобен. Фрэнк Уоткинс, единственный, помимо Джона, видимо, уставший от копеек, получаемых за музыкальное творчество, решает прокачать свои бизнес-скиллы. Как он сам рассказывал, однажды он увидел своего соседа, катающегося на Porsche, и поинтересовался, как он заработал на тачку. На что тот ответил, мол, работает биржевым маклером. Басиста Обитчури это очень заинтересовало. В течение нескольких лет Фрэнк занимался продажами по телефону, и, как говорил позже, отточил мастерство переговоров и приобрел стальную хватку предпринимателя. Уоткинс устраивается в компании Wells Fargo, работающую в банковском сегменте, после чего решает открыть свою контору по ипотечному кредитованию, которое выдохнется где-то к началу 2008 года. Для чего я все это рассказываю? Фрэнк решил, что он теперь отлично разбирается в бизнесе, и уже позже решит, видимо, применить денежно-товарную модель на музыку группы Обитчури. Не остался в стороне и Тревор Перес, который тоже сколачивает свой проект под названием Катастрофик, но на базе уже существующей группы Pyrexia, участники которой Кит Девито, Роб Мореско, Крис Бесилл присоединились к гитаристу Обитчури. Стоит отмерить, что команда умудрилась подписать контракт с Metal Blade Records, выпустить дебютник The Clean Scene и с 2001 по 2005 откатать прилично концертов, хотя, как и в случае с Low Roll, материал команды оставляет желать лучшего и был, ну уж, очень пресным и серым. Даже не знаю, как их подписал именитый американский лейбл, но с учетом того, что в 2005 они выпустили EP Born Into Bandage на каком-то самопальном лейбле Metal Blade видимо поняли, что с этим проектом каши не сваришь. В 2005 Тревор, сославшись на то, что у него родился ребенок и его надо кормить, ну еще обитчури вернулись, но это я забегаю вперед, оставил данный проект. Еще через три года Catastrophic выпустит альбом Pathology of Murder, но уже без Переса, а значит, нам это мало интересно. Самое примечательное, что с вокалистом Китом Перес познакомился в 97-м году, когда тот подменял заболевшего Джона на одном из концертов. Но подождите прощаться с гитаристом Некролога. Еще в 99-м году Дональд Тарди звал его принять участие в достаточно коммерчески успешном, правда, не в то время, проекте Andrew W.K., но тот отказался, а сам драмер Флоридсов сказал «Какого черта? Я хочу зарабатывать деньги музыкой» и ответил на предложение Эндрю Уилкиса «Согласен». Теперь мы перейдем к Дональду и к тому, как из проха возвратилась одна из самых именитых Death Metal групп. В 1999 году во флоридский городишко Сефнер переезжает Andrew W.K. вместе с набросками своей One Man Band и будучи огромным фанатом Обитери, о чем он неоднократно говорил в интервью, для живых выступлений подыскивает себе музыкантов. Соответственно, первым, кого он позвал, был младший Тарде. После того, как альбом I Get Wet не кисло так стрельнул, у банды, которая так и называлась Andrew W.K., начались гастроли. Не просто гастроли, а большие площадки, набитые под завязку клубы, куда уж тут до возвращения в строй обичья, как могло показаться. Но, возможно, именно благодаря Эндрю, состав Никаралуга, снова почувствовал вкус угара концертных выступлений. Путешествие на выездных концертах в рамках Освес 26 июля 2002 года, играя в Palm Beach, Эндрю вытащил на сцену Джона Тарди и Фрэнка Уоткинса. ПРС отсутствовал, видимо, по причине того, что проживал в то время в Фениксе. При поддержке остального состава Эндрю, WK, сыграли несколько треков со всех пяти на тот момент альбомов Обитчери. Стоит отметить и еще один момент. Пока группа находилась в состоянии полураспада, Roadrunner не забывал, что у них есть права и выпустил аж три пластинки с Greatest Hits Anthology, а также пересдала четыре ранних пластинки на двух физносителях, то есть по два альбома на диск. Ну, правильно, что добро пропадать. Тем более, надо подогревать публику к возможному возвращению Брэндовской Братьей. Слухи о воссоединении флоридской машины смерти распространились по миру и реюнион был вопросом времени. Но пока Дональд Тарди все еще катался с Эндрю WK по миру, хотя в рядах этой банды он задержится недолго. А Джон Тарди, которому, видимо, вернулось стремление к музыцированию, и Тревор Перес поучаствовали в записи альбома The Prefix of Death рэпера Некро. Парней из Брэндона можно услышать на треке Эн Пауэрэд. Наконец, мы подошли ко второму дыханию команды из Брэндона. К этапу, которого многие ждали, и некоторые сейчас считают, что лучше бы его не было. Но оставим этот вопрос открытым. Пусть каждый решает сам. И вот в январе 2004 года Дональд Тарди заявил, что он с Джоном и Алланом Уэстом готовят новый материал, хотя пока не знаю, кто будет его выпускать и где его будут писать. И, конечно, Юнион Тур со старыми хитами. Также он сказал, что ведет сейчас переговоры о возвращении в ряды Некролога с Тревором Пересом, который на тот момент еще баловался со своим катастрофик, и с Фрэнком Уоткинсом, который строил свою ипотечную империю. Младший Тарди сказал, что весь классический состав будет в сборе. Так оно и вышло. 5 февраля Дональд объявил, что вся банда в сборе. Они уже начали набрасывать новый материал и ведут разговор с Roadrunner на тему выпуска новой пластинки. Стоит отметить, что контракт с группой был приостановлен в период бездействия Некролога. Но слова словами, а фанаты ждали конкретных действий от своих кумиров. 7 марта Обитери являет себя миру, отыгрывая сет на фестивале Sun and Steel Festival в родной Флориде, после чего выступает еще 18 раз, откатывая короткий тур по Европе и во множестве интервью, обещая, что уже в начале 2005-го они отправятся в студию и выкатят что-то в духе старых и злых Slowly We Wrote и Cause of Death. Парни сказали, парни сделали. В 2005-м году они отправляются в тамповскую студию Red Room Recorders и пишут шестую и первую после возвращения пластинку Frozen in Time. Запись стартовала в середине февраля, и дедстеры держали всех в курсе событий через официальный сайт, обещая сюрпризы. И тут они не соврали. Капитчури. Через 10 лет, видимо, решив махнуть стариной, присоединился Скотт Бернс. И лучший подарок, возможно, для старых фанатов придумать сложно. Альбом получился весьма неплохим, и это было настоящим возвращением легенд флоридской школы. Пластинка и впрямь звучала, как застывшая во времени, где-то в середине 90-х, в золотые годы группы. Есть ли в успехе пластинки заслуга бывшего продюсера Муэри Сауд? Решать каждому. И, как мне кажется, дальнейшая история покажет, что Скотт недаром ел свой хлеб. Но это мы забегаем вперед. Еще одним подарком любителям олдскула стала обложка альбома, за которую ответственен Андрес Маршалл. И это, на мой взгляд, одна из лучших его работ с группой, но не самая мною любимая. Вросший в лед дракон как символ обитчури и их семилетней спячки. А это Скотт Бернс и Марк Преттер пытается вернуть их к жизни. Успешно, между прочим. Но на этом возвращение к корням не заканчивается. Несмотря на то, что сам материал записывался в Ред Рум, его на сведение отправляет старым знакомым в Мори Саун. И сам Том Моррис занимается его мастерингом, что тоже не могло не отразиться на конечном продукте. Да, Death Metal снова гремел в стенах Мори Саун. Как и предыдущие альбомы, это тоже посвящен памяти усопшего. В этот раз в памяти отца Фрэнка, Фрэнка Эдварда Воткинса. Закончив запись в апреле, парни возвращаются к гастрольной жизни и устраивают Death Metal угар на крупных фестивалях. Dynamo Open Air, Gods of Metal, Whistle Force, Walking Open Air, Brutal Assault, Metal Wave Festival и многих других. Death Stray катается всю весну и все лето по Европе. И Дональду приходится расстаться с Эндрю Дабл-Ю-Кей. Так как живые выступления с Обитчури стояли во главе и сочетать их с плотным графиком Эндрю просто не представлялось возможным. И вот посреди гастролей 2005 года 12 июля в продажу поступает Frozen in Time, подогревая интерес свежих любителей смертельного металла побывать на концертах корифеев стиля. И в качестве промоушена альбома через несколько дней в эфиры музыкальных каналов попадает видео на песни Insane столько вышедшего альбома. Была и Слава начинает возвращаться к Обитчури. Ну и естественно Дедстеры снова появляются на обложках журналов. Но если пристально обратить внимание на лицевую сторону июльского Террорайза, можно увидеть, что парней на ней только четверо. И если еще внимательнее посмотреть, станет понятно, что отсутствует Аллен Уэст. Увы, гитарист брендовских парней погряз в рок-н-ролльной жизни гораздо сильнее остальных. Парни рассказывали, что начиная с первых выступлений Обитчури, Обитчури. Аллен постоянно подставлял их, выходя на сцену несвежим и превращая выступление в сущий кошмар. Пока остальные музыканты Некролога пытались выкладываться по полной, Уэст, в усмерть пьяный, пытался справиться с пальцами и кое-как ковырял струны. Соответственно, на имидже Обитчури это плохо сказывалось, ведь они уже не подростковая группа, играющая школьный концерт. Все разговоры и попытки заставить гитариста группы взяться за ум не увенчались успехом. 27 августа 2005 года на фестивале Hall in the Sky в Норвегии Аллен перешел все видимые границы и терпение у парняк из Брэндона закончилось. Запись этого выступления я не нашел, но зато есть сет с Уакеном и даже невооруженным глазом видно, что Уэст говнину. Итак, не успев вернуться на сцену, Обитчури теряет одного из участников оригинального состава. Аллен рассказывал, что вернулся к работе с Лоу-Броу, но и из нашей истории он пока что не выпадает и еще неожиданно заскочит в гости. Я бы сказал, очень неожиданно. В сентябре парни из Брэндона отправляются вместе с Нейпом Дэс в короткое турне по США и у меня возник вопрос, а кто же будет играть в соло партии в этом туре? Я стал искать информацию и не нашел ничего о сессионных гитаристах. Я долго ломал голову, пока не наткнулся на одно из живых выступлений этого тура. И, о чудо, кого же мы видим? Да, это Аллен Уэст, который вернулся в группу или группой вернул его. Тут сложно разобраться в их взаимоотношениях. Но весь тур они откатали с ним. Наверное, это самая короткая депортация музыканта из группы. Либо обичуи, просто решили так его припугнуть. Но вроде бы как тот тур они откатали без приключений. Я не нашел никаких жалоб на горе гитариста. Можно было подумать, что у Некролога просто не было выбора и времени, чтобы найти кого-то на замену. Но в начале января 2006-го, точнее 6-го числа, начинается Frozen in Time тур по США. То есть, через 3 месяца с лишним, после завершения прошлых гастролей. И в эту поездку они снова берут с собой Уэста. И вскользь в интервью говорят о его возвращении. Это меня очень удивило. Еще одной новостью начавшегося 2006-го года становится и то, что парняги разрывают все отношения с Roadrunner. И говорят о новом материале, который постепенно набирается. И что в этом году они приступят к записи седьмой пластинки, которая уж точно не попадет в грязные ручонки голландского лейбла. Забегая вперед, скажу, что через несколько лет Дональд Тарди расскажет, что по условиям контракта все права, как я понял, на выпуск и распространение записей. Но могу ошибаться, если что, поправите меня в комментариях. На все 6 альбомов, что вышли на Roadrunner, принадлежат Roadrunner. Все попытки договориться с лейблом не увенчались успехом. По словам Тарди-младшего, с ним даже не хотели разговаривать. И Некролог не единственная группа, ставшая жертвой правил шоу-бизнеса от голландского лейбла. Но пока 2006 только начинается, и у парней есть материал. Желающих подписать с ними контракт организовалась уже целая очередь, а значит, не все так плохо. Но о дальнейшей судьбе группы мы поговорим в следующий раз, ведь впереди нас еще ждет не один альбом, а значит, есть о чем рассказать. А пока ждете, прожмите эти кнопочки и новая порция отборной мертвичины не заставит себя ждать.